Поздравляем! Поздравляем! Участников чемпионата мира, вернувшихся из Токио, в их альмаматор школе Кудо Лидер встретили как героев. По сути, так оно и есть. На первенстве мира трое ивановских спортсменов-юниоров заслуженно заняли два первых места и одно третье. Их наставник Эдгар Калян привез домой серебро. Я как руководитель очень доволен, потому что у меня было четыре спортсмена и все четыре спортсмена пришли с медалями. Это было главное для меня. Главное было то, что ребята на самом деле настроились на эту победу и они достойно выступили и принесли копилку нашей Ивановской области, четыре медали. Юсуп прошел все стадии подготовки к чемпионату. Работал над собой, тренировался изо всех сил, вновь и вновь представляя себя на татами в Японии. Но на пути к золоту спортсмен оступился. Итогом первых соревнований мирового уровня для Юсупа стала бронза. На таком международном уровне я уступал первый раз и, конечно же, были волнения. Это все-таки первенство мира. Было свыше 40 стран. Все, что я мог сделать, я в принципе сделал. Юсуп уверен, для него это первенство только начало. Повод поработать над ошибками и еще раз напомнить мир о себе. Артем представлял на чемпионате Армению. Его золотая награда пошла в копилку этой страны. Однако заслуга это целиком нашей Ивановской федерации КУДО. Заслуга тренеров и самого спортсмена. Упорного и талантливого. Второе золото от Ивановской команды заработал Саша Аркадьев. Первого своего соперника из республики Йемен парню удалось победить досрочно. В финале соперником Саши стал японец. Человек с черным поясом, первый дан. Очень серьезный был конкурент мне. В первом, в основном времени я получил замечания, свои ошибки. А в втором, в дополнительном времени получилось, что выиграл. Одним из сильнейших спортсменов мира Саша себя пока не осознает. Для него ничего не изменилось. Все так же нужно тренироваться, готовиться к будущим победам и защищать свой новообретенный титул чемпиона. Когда выигрываешь бой и несешь свой флаг России, это непередаваемые ощущения. Когда смотришь на свою трибуну, когда тебя вся команда поддерживает, думаешь о своих родных и близких, о своих тренерах, которые тебя всегда готовили. Это просто непередаваемые ощущения. Не обошлось на чемпионате мира и без драматичных моментов. Эдгар Колян, вложивший все силы в подготовку к чемпионату своих воспитанников, на одной из последних тренировок перед первенством получил травму колена. Он порвал частично связку колена и отломился кусочками низкой. И мы как раз делали акцент на том, что он должен работать не ногами, а только руками. В первых двух боях чемпионата, несмотря на травму, Эдгару удалось победить сильнейших худоистов мира. Но уже на первой минуте полуфинального боя спортсмен получил разрыв бицепса. В связи с тем, что он был на эмоциях, он еще это не понимал. И все равно этот бой он выиграл. А уже после боя, уже рука у него висела, она не поднималась. И сразу повели его к врачу, и врач его снял с соревнований. То есть, фактически уже оставался один сантиметр до титула чемпиона мира. И как раз это все было видно, все было рядом. Но так получилось, что судьбе было угодно, что мы этот раз получили вторую серебряную медаль. Из-за невозможности провести бой техническая победа была засчитана японцу. Но действительно ли это победа? Что обидно, то что это был японец, который я выиграл 4 года назад, у него же выиграл. И как бы он мечтал со мной выйти. И для него, конечно, было честь, чтобы на финале сразиться со мной. Но ему не повезло. Ну, я ему обещал приехать через 4 года. Но я ж не знаю, он обрадуется или расстроится. Победители и призеры чемпионата мира не собираются почивать на лаврах. На пути к новому мировому первенству, которое состоится через 4 года, еще много раз придется доказать свое лидерство. А пока они будут примером для подрастающего поколения кудаистов. Наглядные иллюстрации того, каких высот можно достичь, трудом и самоотдачей. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Ивано.